Здравствуйте! В одном из прошлых видео мы с вами говорили о разделе совместно нажитого имущества между супругами в случае расторжения брака, если необходимо это имущество делить. И тогда я говорил о том, что вот этот порядок, он действует в случае, если между супругами не достигнуто иное соглашение, которое может быть в том числе закреплено брачным договором. Сегодня поговорим о брачном договоре. К сожалению, это очень хороший инструмент, но довольно мало этим инструментом пользуются супруги именно в момент заключения брака. Потому что как-то не принято у нас, заключая брак, уже думать о возможном расставании, разделе имущества, либо решении каких-то иных вопросов. Но, тем не менее, многие потом об этом жалеют. Итак, для чего заключается брачный договор? Как сказано в законе, он заключается в целях повышения культуры брачных и семейных отношений и ответственности супругов, каждого супруга друг перед другом. Что может быть определено брачным договором? Ну, во-первых, он может быть заключен как при заключении брака, так и в любой момент, пока брак не расторгнут. И супруги могут определить, например, права и обязанности супруга по содержанию друг друга. Например, могут определить, что кто-то из супругов в какой-то мере содержит другого супруга. Как во время брака, так и после его расторжения. Также, может быть, и чаще всего именно для этого и заключается брачный договор, определен порядок раздела, либо то, кому из супругов будет принадлежать имущество. Как то имущество, которое было до брака, так и имущество, приобретенное в период брака. Либо порядок раздела такого имущества. То есть, супруги могут договориться, что, например, имущество, предлежавшее ранее одному из супругов, поступает в общую совместную собственность. Либо наоборот, имущество, приобретенное в браке, становится имуществом каждого из супругов. Одного из них, вернее. Могут договориться о изменении долей. То есть, например, о том, что приобретаемое в период брака имущество становится не общей совместной, а долевой собственностью. И с выделением долей, ну, например, 40 на 60 в пользу мужа, к примеру. Иные какие-то вопросы могут регулироваться брачным договором, который, собственно говоря, регулируется законом. Но вот брачный договор позволяет сделать это несколько по-другому. Также могут быть урегулированы некоторые вопросы о несении расходов, некоторые вопросы о воспитании детей, в том числе. Ну, то есть, довольно такой широкий круг вопросов. Ну, единственное, что, конечно же, то, что закреплено брачным договором, не должно противоречить иному законодательству Республики Беларусь. Ну, и, конечно же, этот брачный договор может регулировать право отношения как к имуществу существующего в момент заключения договора, так и к тому, которое приобретается после заключения этого брачного договора. Ну, как и любой договор, он должен исполняться, и односторонний отказ от исполнения условий брачного договора не допускается. Вместе с тем, как это применимо и к любым другим гражданско-правым договорам, в договор, брачный договор, могут быть внесены изменения по взаимному согласию супругов. Эти изменения могут вноситься в период действия брачного договора. Что же является периодом действия брачного договора? Он действует в период брака, то есть до того момента, пока брак не будет расторгнут, либо, ну, если иное не сказано в самом брачном договоре, стороны могут оговорить и то, что он действует после расторжения брака. Ну, и те положения брачного договора, которые определяют какие-то отношения, которые продолжаются после расторжения брака, они говорят о том, что брачный договор действует в этой части и после расторжения брака. Ну, например, стороны моей практики договорились о том, что выплату кредита за приобретенную в браке квартиру будет производить один из супругов. Брак расторгнут, но кредит еще не выплачен. Вот в этой части брачный договор все еще действует, и на этого супруга возлагается обязанность уплаты кредита. Форма заключения брачного договора. Это письменная форма с обязательным нотариальным удостоверением. То есть удостоверяет этот договор нотариус. Но если договор каким-то образом определяет судьбу недвижимого имущества, то тогда в этой части, то есть в части недвижимого имущества, он действует с момента регистрации этого договора в органах государственной регистрации недвижимого имущества. Вот вкратце, пожалуй, все о брачном договоре. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok